Это была незапланированная часть сегодняшней нашей встречи, но вчера утром я принял решение, что пришло время на эту тему что-то сказать. Естественно, не всё, при том честно, открыто, ничего не скрывая. И подтолкнуло меня к этому как раз то, что в средствах массовой информации, особенно России, белорусы молодцы. Я, откровенно говоря, попросил пресс-секретаря обзвонить руководство основных наших СМИ и попросить, чтобы они не топтались на этой теме. Радоваться нечему. Вы сейчас узнаете почему. Но в России, как всегда, появились, особенно всегда так бывает, ура патриоты. Я увидел эту тенденцию, которые начали выйти кричать, осуждать Путина, требовать от него не прекращать уголовные дела, ловить, мочить, сажать. Вот это то, от чего я хотел бы предостеречь и нас, и российское общество. И в связи с этим, когда разворачивалась, как президент Путин назвал её, эта смута в России, как-то все под веником сидели. Матвиенко оказалась мужественной, Волозин, патриарх, там пару человек, и всё. А после драки руками мы умеем махать, ох, как умеем, и советовать, мочить, мочить и мочить. Слушайте, ну есть кого мочить, особенно, знаете где, есть кого сажать, там, где это нужно. Вот это меня подтолкнуло к тому, что я должен сказать несколько слов о ситуации, которая развивалась в пятницу и в субботу. Поскольку был погружён, как вы знаете, в эти события полностью. Для того, чтобы вы понимали и знали, и почувствовали, что происходило и что могло случиться. Мне хотелось бы, чтобы вы точно знали и понимали, что было и что могло бы быть. Итак, пятница, вы знаете, у нас такой день был счастливый. Мы все готовились отпраздновать День выпускников. Естественно, и я был занят прилично этими вопросами. Да и как-то откровенно скажу, наблюдая за тем, не то, что наблюдая, получая редкую информацию о том, что происходит в России, в Ростове, на юге, я как-то и внимания особо не обращал. Ну, война идёт, мало ли что там происходит. Но к утру, в субботу, вот я записывал всё, потому что надо было заниматься этим делом. С восьми часов утра мне уже поступает тревожная информация о ситуации в России. Кое-кто мне там подсказывает, что пишут в этих телеграм-каналах, мессенджерах. Через ФСБ и наш комитет госбезопасности генерала Тертеля мне докладывают. Президент Путин хочет связаться, пожалуйста. Договорились полдесятого, что мы переговорим в любое удобное для него время. Где-то в 10.10, когда в 10.10 он выступил, в 10.10 позвонил и подробнейшим образом проинформировал меня о ситуации, которая происходит в России. Задал несколько вопросов, в том числе и про противодействие этому. И понял, что ситуация сложная. Не буду конкретизировать эту часть разговора. Самое опасное, как я понял, это не в том, какая она была ситуация, а как она могла развиваться и ее последствия. Это было самое опасное. Я также понял, принято жестокое решение, оно и прозвучало под текстом выступлений Путина. Мочить. Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его. На что он мне сказал, слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет. Я спрашивал, где он? В Ростове. Я говорю, хорошо. Худой мир лучше любой войны. Не торопись. Я попробую с ним связаться. Он в очередной разом сказал, что это бесполезно. Я говорю, хорошо, подожди. Где-то мы разговаривали, наверное, с полчаса. Потом он меня проинформировал, что на фронте. Помню его слова, ты знаешь. А на фронте, как ни странно, лучше, чем когда-либо было. Я говорю, ну вот видишь, не все так печально. В 11 часов, надо, чтобы было эти телефоны найти. Я говорю, как с ним связаться, дай телефон. Он говорит, скорее всего, ФСБ есть телефон. Мы уточнили, установили. К середине дня целых три канала, по которым мы можем разговаривать с Ростова. В 11.00 Путин меня предупреждал, не возьмет трубку. Он мгновенно снял трубку. Вот президент Беларуси звонит, будешь ли разговаривать. С Александром, в общем, буду, но я слышу их разговор. Взял трубку. Разговор. Эйфория. У Евгения полная эйфория. Разговаривали первый раунд, минут 30 на матерном языке. Исключительно. Слов матерных я потом уже проанализировал. Было в 10 раз больше, чем нормальная лексика. Ну, он, конечно, извинился и начал мне, я говорю, матерными словами рассказывать. А я думаю, с чего зайти к нему, чтобы начать эти переговоры, так сказать. Ребята только с фронта. Они видели тысячи, тысячи своих погибших ребят. Ребята очень обиженные. Особенно командиры. И, как я понял, они очень влияли, ну, это предварительно вычислил, на самого Пригожина. Да, он такой, знаете, героический парень, но на него оказывали давление и влияние очень те, кто руководили штурмовыми отрядами и видели эти смерти. И вот в этой ситуации, выскочив оттуда, в Ростов, в таком полубешенном состоянии, я с ним веду этот диалог. Я начал уточнять. Путин мне, естественно, рассказал в разговоре требования их. Я ведь ничего, Александр Иванович, не прошу. Пусть мне отдадут Шойгу и Герасимова. И мне надо встретиться с Путиным. Я говорю, Женя, никто тебе, ни Шойгу, ни Герасимова никого не отдаст. Особенно в этой ситуации. Ты же знаешь Путина не меньше, чем я. Во-вторых, он с тобой не то что встречаться, по телефону разговаривать не будет, в силу этой обстановки. Молчит. Но мы хотим справедливости. Нас хотят задушить. Мы пойдем на Москву. Я говорю, на полпути тебя просто как клопа раздавят. Несмотря на то, что войска, мне об этом Путин долго говорил, отвлечены на соответствующем фронте. Подумай, говорю об этом. Нет, вот такая эйфория. Долго я его убеждал. И в конце сказал, знаешь, ты как хочешь можешь поступать. Но на меня не обижайся. Бригада подготовлена к переброске в Москву. И как в 41-м, ты же книжки читаешь. Мы будем защищать Москву. Потому что данная ситуация не только в России. Это и не только потому, что это вот наше отечество. А потому что, не дай бог, вот эта смута пошла по всей России. А предпосылки для этого были колоссальные. Следующими были мы. Нужен триггер. Нужен вот этот спусковой крючок. И он появился. Кто такой Пригожин? Это очень авторитетный сегодня человек в вооруженных силах. Как бы кому-то это не хотелось. Поэтому я подумал, ну замочить можем. Я и Путину сказал, замочить можем. Это не проблема. Не с первого раза, так со второго. Я говорю, не делайте этого. Потому что потом никаких переговоров не будет. Эти ребята, они пойдут на все. Тоже можем замочить. Но тысячи, тысячи погибнут мирных людей. И тех, кто будет противостоять вагнеровцам. А это самое подготовленное в армии единица. Поэтому прежде чем мочить, надо подумать, а что будет завтра. Надо посмотреть дальше своего носа, что будет. Особенно ура крикунам, которые сегодня топчутся на этой теме. Пойдем на Москву. Нам нужна справедливость. Мы воевали. Мы честно воевали. Вы же сами знаете, как мы воевали. Знаю. Но началась конкуренция между армией, как он сказал, и нашим подразделением. Нездоровая конкуренция. Межличностный конфликт между известными людьми перерос в эту драку. И вот тут я еще хотел бы сделать одно замечание. Ни в коем случае не делать из меня героя с Путина и Пригожина. Потому что мы прошлепали эту ситуацию. Мы ее упустили. А потом, когда она начала развиваться, мы видели и думали, что рассосется. И я, и Путин. Но тем не менее. А оно не рассосалось. И столкнулись практически два человека, которые воевали на фронте. Я опять же в этой теме, в этом котле был постоянно. Я знаю работу Шойгу. Незаслуженно его порой критикуют. Шойгу здесь бывал не единожды. Мы с ним вели очень серьезные переговоры. Генерал Хренин с ним встречался не единожды. И мы спокойно поддерживали, чем могли. А могли многое и многое сделали. И в этом отношении Шойгу немало сделал. То есть он занял свою нишу там, где он может чего-то сделать. Ну, а Евгений Пригожин, естественно, в этом отношении ему можно понять. А добавить, что он человек такой, как и Шойгу. У них характер одинаковый. И очень импульсивный. Вот и началось. Мы тоже должны были в этот момент, и Путин, и я, не просто видеть эту проблему. Но надо было развести. Ситуацию нужно было у стаканницы. Пропустили. И в этом наша вина. Поэтому никакого героизма быть не должно. Разговаривая во второй или третий раз, я его предупредил. Я уже вижу, что он готов отступиться. Но я его предупреждаю, Евгений. Никакого кровополития. Как только ты нарочно-ненарочно убьешь хоть одного человека, особенно гражданского, все. Никаких с тобой переговоров не будет, и я с тобой разговаривать не буду. Он мне поклялся. У нас вот такой цели нет, и я вам кляну, что этого не будет. Переговоры шли в течение дня. Шесть или семь раундов этих переговоров. Я свою позицию высказал, больше не звонил ему. Шесть раз, по-моему, он уже на меня выходил, советовался, предлагал и прочее. И когда он мне сказал, Александр Ильич, я не буду требовать от президента, чтобы он отдал Шойгу и Герасимову, и встречи даже просить не буду, я говорю, ну и хорошо. Это очень хороший шаг. Не надо в этой ситуации, напрягая обстановку, требовать неисполнимое. Я говорю, ну ты представляешь, вот я президент, ты у меня министр обороны. И какой-то, говорю, бандит, я не бандит, я говорю, ну я, к примеру, какой-то бандит требует отдать. Или, говорю, хренина там с Гулевичем. Слушай, я это никогда не пойду. Сам погибну, но не пойду. Да, я понимаю, я понимаю. Ну раз понимаешь, давай действовать. Он говорит, вот скажите, что сейчас? Я говорю, нужно остановить колонну. То есть он пошел на то, чтобы договариваться. И последний аргумент был, когда в какой-то раз, после первых переговоров, разрешите мне собрать командиров и посоветоваться. Я говорю, конечно. Конечно, ты с ними посоветуйся, чтобы потом тебя не обвинили. Где-то он вот в 11 мы разговаривали, и в пятом часу вечера он мне позвонил и говорит, Александр, я принимаю все ваши условия. Но, что мне делать? Останавливаемся. Они начнут нас мочить. Я говорю, не начнут. Я тебе гарантирую. Это я беру на себя. В контакте были с руководством России. ФСБ занималось в основном этим вопросом. С Бортником. Я просто настоятельно просил этого не делать. Ну, Бортник умный человек. Он сказал, я же понимаю, что может быть. Я говорю, ни в коем случае. Если они где-то остановятся, эта же колонна, когда она идет, это же километры. А тут она в кучу соберется. Чтобы не было, знаете, желания и искушения взять ее тут накрыть. Пообещали, это не будет. Я и сказал Пригожину, это гарантия. Что дальше? Я говорю, вплоть до того, что я выведу тебя в Беларусь. И гарантирую тебе полную безопасность и твоим ребятам, которые вот сюда продвинулись этой колонной. Да, я вам верю. Я верю. Хорошо, в этом направлении будем действовать. И только где-то, где-то уже к вечеру, мы подошли к окончанию переговоров, но я торопился, потому что 200 километров до Москвы, я знал, мне Бортнику проинформировал, что там уже выстроен рубеж обороны. Было собрано все. Это Путин мне уже вечером сказал, как в годы войны. Даже курсантов, мы всех вооружили, прочее, прочее. И милицию. Милиция была в резерве, полторы тысячи. То есть они собрали прилично. И в Кремле, и возле Кремля. Это было, ну, я думаю, тысяч десять. Оборняющихся. Но не готовые воевать. И я боялся, что если вагнеровцы столкнутся с ними на этой черте, А это как раз было где-то вот под 200 километров до Москвы. Прольется кровь, и тогда все. Я говорю, хорошо, Бортнику этим занимается. Тебе надо с ним связаться. Он не берет трубку. Я говорю, возьмет. Через 20 минут звони. Попросил Иван Станиславович, срочно, говорю, найди Бортнику, пусть мне позвонит. Он позвонил, я говорю, Александр Васильевич, обязательно возьми трубку, если тебе позвонит Пригожин. У него, конечно, внутри все клокочет. Я говорю, слушай, отложи все в сторону и сделай, как мы с ним договорились. Они переговорили, он развернул колонну, и они пошли в свои лагеря. Они ушли в лагеря. Он мне позвонил поздно вечером, один, два раза и прочее. Я ему сказал, что я уже переговорил с Путиным вечером. Я его еще раз попросил. Ни в коем случае. Да, хорошо. То, что обещал, я все сделаю. Он выполнил. То есть смута таким образом была предотвращена. Опасные события, которые могли быть, были сняты. Поляки и прочие считают, что... Вот я взял, попросил, чтобы дали мне и СМИ, что Вагнер будет охранять ядерное оружие и так далее. Никакого ядерного оружия Вагнера охранять не будет. Там будут охранять и охраняют сегодня, поскольку уже часть ядерного оружия, не буду говорить сколько, большая часть завезена в Беларусь, они находятся. Удивительно, что не отследили. Охраняют россияне и белорусы. Работаем вместе. У нас опыта такого нет. Мы помогаем обслуживать это ядерное оружие. Оказывается, это мероприятие непростое. Вот. Поэтому это обычный вброс. Никакой Вагнер не будет охранять ядерное оружие. Это наша задача. И за сохранность оружия персональную ответственность несу прежде всего я. Поэтому мы на это никогда не пойдем. У нас достаточно ребят, которые способны охранять этот объект вместе с россиянами. Вот еще одно заявление, чтобы вы знали. Очередная миссия по заданию Кремля. Значит, он у нас по заданию Кремля, в ходе которой может устроить провокации против предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе. Нет, мы не собираемся. Никаким провокациям. Но если бы нам нужна была провокация, так у меня на западном направлении тысячи войск. Только команду дай, они любую провокацию организуют. Но нам это не нужно. Зачем нам эта провокация? Что она даст? Ну, пугнем мы их в Вильнюсе. И что? В ответ получим. Поэтому нет никакой необходимости. Собрались? Ну, хорошо. Пусть калякают там о чем-то. Беларуси начали строить лагеря для размещения террористов ЧВК «Вагнер». Мы пока никаких лагерей не строим. Но если они захотят, я так понимаю, они смотрят отдельные территории, мы их разместим. Ставьте палатки, пожалуйста. Но пока они находятся в Луганске, в своих лагерях. И как мне сказал вчера, позвонивший Пригожин, говорит, ну, кто-то контракт с Минобороны Шойгу подпишет. Но, говорит, самое главное, мои ребята уже полгода, по году не были дома. И мне было важно с Путиным договориться, чтобы он их не трогал. Он пообещал, выполняет свое обещание. Они хотят поехать в семьи. Ну, ради бога. Молодец Путин вчера сказал, если кто-то не хочет контракт заключать и воевать там и прочее, ну, хорошо, вы свое отвоевали. Поэтому никаких лагерей мы не строим. Мы им предложили одну из заброшенных частей. Пожалуйста, забор есть, все есть. Ставьте палатки. Ну, чем можем, поможем. Пока определяться, чем им заниматься. В Беларуси откроют пункты набора сотрудников ЧВК Вагнер. Если кто-то и хотел служить Вагнере, там, кстати, есть один, Дима, он мне назвал его, один из руководителей Вагнера. Наш Беларусь, бывший военный. Прекрасно, говорит, служит. Мы его повязать не можем, мы никого удержать не сможем. Хотите там зарабатывать деньги немалые, но должны понимать, что каждый день ты ложишься спать в обнимку со смертью. И автомат под голову. Поэтому нам не надо открывать никакие пункты по набору Вагнера. Я думаю, что их и не будет никогда. Вот на сей момент, в моменте, я полагаю, что никаких пунктов нам открывать не надо, их не будет. А кто захочет там служить, они найдут туда дорогу. Нет в этом деле героев. Нет. Это я искренне говорю. Мы с Путиным виноваты, что не приняли вовремя меры. Поэтому никто себя здесь героем не считает. Да, мы остановили плохое развитие событий. Возможно, чудовищное событие. Мы союзники. Остаться в стране не можем. Если рухнет Россия, под обломками будем все мы. Если кто-то этого не понимает, задумайтесь над этим. Покопайтесь в истории. Это центр нашей цивилизации. Как бы нам не хотелось, как бы мы щеки не надували, что мы вот такие, всякие. Да, мы такие, мы особенные, мы независимые. У нас есть свои планы, свои мысли и прочее. Но почему мы должны спокойно смотреть, как нас должны сломать? И с внешней стороны, и с внутренней. Поэтому это большая задача, которую мы должны решать. Это наш союзник, о чем я сказал. И мы подло себя вести не можем в этом плане. Без России нам бы была хана в этой сложной обстановке. Сейчас только в производе. В Гомсельмаш не знали, что делать. Сейчас и казахи, и россияне. Очередь, уже вице-премьер говорит, не успеваем комбайны делать. Я говорю, так радуюсь. Ну, я говорю, радуюсь, мы сутками работаем. Тракторы, машины, все машиностроение. Даже станкостроение, которое у нас не на американском уровне, на приличном. Станки, станки только дай. Все, Россия готова покупать и платить деньги. Моя позиция еще заключалась в том, чтобы не было вот этого кровавого столкновения. И мы успели буквально за полчаса до этого. Закончил переговоры, и он остановился. Они уже готовы были воевать, применять оружие. И то, что перекапывали там дороги, ну, это просто смех. Ну, я уже говорю о том, что эта смута перекинулась бы сразу на Беларусь. Сразу. И помогли бы эту смуту перекинуть к нам. Знаете кто? И один немаловажный момент, что в России в обществе под плинтусом сидит очень много. И там, против них, еще не развернули работу, как мы сейчас зачищаем. Где-то вякнул, посмотрели, 20-й год, проверили и прочее. Иди сюда. Там еще этого нет. И уже, знаете, в Москве, сейчас это известно, уже некоторые клопы эти и теркашки повылазили из-под плинтуса. Поэтому моя позиция вытекала и из этого. Активизировались зарубежные беглые. И там, российские, помните, эти Ходорковские, Акасьяновы. Ну, а наши, ну, что вы. Момент. Поэтому я и это предвидел. Страха никакого перед ними не было. Слушайте, какой район они захватят? Пусть попробуют. Но самое страшное для нас, если бы пошла эта смута, на Западе мгновенно бы этим воспользовались. Вы знаете, что американцы хотели увезти буквально в этот день, там, пятница, суббота, санкции очередные против Вагнера. Сразу отложили и заявили, что если уведем, то они руководство России будут поддерживать. Вот все. Поэтому упрекать меня в том, что я тут опять помогал и прочее, не надо. Мы видим их позицию. Но главное, уважаемые друзья, это вывод и уроки, как я всегда говорю. Вывод – это была бы война на два фронта. Это не Пригожин. Пригожин – спусковой крючок. Началась бы эта смута по всей России, и это был бы открыт Второй фронт. И тут действительно, как во времена гражданской войны. Еще раз повторяю, и это самый главный вывод. Ни Путин, ни Лукашенко, ни герои. Мы делали свою работу. Но многое упустили. И даже не упустили, а не придали значение этому. Сейчас никого не надо сажать. Это я просто обращаюсь к россиянам. Ура! Агитаторам и патриотам не надо никого сейчас сажать, не надо никого расстреливать. Надо остыть и перевернуть эту страницу. Придет время, если будет необходимо. Вернемся к этой истории. Но сейчас надо остыть. Не надо накалять обстановку и кого-то упрекать. У нас очень непростые времена. Давайте будем исходить из того, что это только начало. А кто из вас останется и скажет, что все, закончено. Пойдем руки мыть, обедать, выпивать. Никто не скажет. Давайте будем исходить из худшего. Что нас ждут непростые времена. Увидев это, западники, они тоже сделают определенные выводы, и для них будет урок. Они скоординируют свою работу, сконцентрируют и будут наносить удары по самым больным местам. И нам нужно, как вчера Путин сказал, действительно единство нашего общества. Поэтому времена непростые для должностных лиц и Беларуси, и России появляется какая-то ревность. А вот там мы не смогли, Лукашенко и так далее. Это не что иное, как попытка в очередной раз вбить клин между Лукашенко и Путиным. Мы люди не глупые, мы это все понимаем, опытные люди. Но не надо. Это к хорошему не приведет. Поэтому я хотел бы обратиться к средствам массовой информации отдельным, которые начинают сталкивать меня с Путиным. Еще раз говорю, никакого героизма. Ни я, ни Путин в этом не видим. Не надо нас сталкивать. Мы делали все, что должны были сделать. Мы делали и делаем свою работу. Притом без амбиций. У меня нет абсолютно никаких амбиций. Я не оправдываю, чтобы вы понимали. Никаких амбиций, о которых говорят. Мы, я не разу так говорил, я и Путин, поколение уходящих политиков. Ни у него, ни у меня нет уже таких амбиций. Но пока мы президенты, мы очень жестко, а порой жестоко будем отстаивать то, что положено нам по Конституции. Урок. Всем нам. Мне больше, вам меньше. Нам надо быть внимательнее к таким военным коллективам. Если мы их породили, как, допустим, ЧВК Вагна и другие. И нам надо вовремя реагировать на их просьбы и запросы. Вовремя встречаться. Их тоже надо ориентировать и поддерживать. Это большой урок. И совсем последнее почти. Многие говорят, вот Лукашенко, посредник, молодец, там памятник, герой и так далее и тому подобное. Послушайте, мне не надо никаких памятников и героев. Вы знаете, мое отношение к памятникам. Я это вообще плохо воспринимаю. Я вообще не приемлю посредничество. Я ненавижу его. Потому что сколько я работаю президентом, нас все душат, 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 санкциями, там еще чем-то пытаясь наклонить. А в это время они же с другой стороны заходят. Мы готовы быть посредниками. Кто за деньги, кто из-за политики какого-то страдают амбициями политическими. Я не посредник. Я такой же участник этих событий, как президент Путин. Потому что это наше отечество. Еще раз повторяю. Поэтому если кто-то там в России, а я это слышу, говорит о посредничестве Лукашенко, никакого посредничества. Это такая же проблема наша, моя, как и президента Путина и россиян. Спасибо. Спасибо.